Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление, весны прекрасное творение, И с соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 29 апреля, день Ирины. В далекие дни, когда на христиан были гонения, Жили три сестры-красавицы. Ирина из них была младше, они были христианками, И за это были схвачены и пытаемы. Старших сожгли на костре, хотя тела их не были тронуты огнем. Ирина же было решено привезти в блудилище на поругание, Чтобы она была там до тех пор, пока не умрет. Однако ангелы ее освободили и отвели на гору. Судья, узнав об этом, послал солдат, которые стали стрелять из луков, И при этом смертельно ранили святую. Наши предки этот день называли днем Арины рассадницы, Потому что начинают сеять капусту в рассадниках, И вообще работали в огороде. Считалось, что если капусту посадить на Арину, То она вырастет крупной и вкусной. Тем более, что в старину капуста была одним из главных овощей. Ее использовали для приготовления основного блюда, Кормившего всю семью щей. При посадке капусты существовали приметы. Например, никогда не сажать капусту в сухие дни. Если это сделать, то сила растения уйдет в кочерыжку, А сами капустные листья будут невкусными. Не сажали капусту в четверг. Согласно приметы, ее могут съесть вредители. Для того, чтобы капустные кочаны уродились крепкими, Первый посаженный сегодня росток накрывали чугунком, А сверху большим горшком, На который покрывали белую скатерть и придавливали камнем. Для того, чтобы защитить капусту от вредителей, Втыкали в рядки ростки крапивы. К этому времени заканчивался разлив рек. Они входили в свои берега, Оставляя за собой размытые берега. В народе этот день называли еще Ирина, Ольве берега. Приметы. Засвела ольха, значит можно сеять гречиху. Да, интуитивно пить воду, понимать организм, Когда им действительно хочется пить. А вот смотрите, насчет вот интуитивного. Интуиция как раз указывает на то, Если это нормальная, правильная интуиция, На то, что организм вам подсказывает, что ему надо. Допустим, вот пища того или иного вкуса, Оказывается вкус пищи, Консистенция пищи это энергия. Если какой-то энергии у вас не хватает в организме, Вам хочется больше сладенького, Вам хочется больше, допустим, кисленького, Вам хочется больше, допустим, солененького, Остренького и так далее, и так далее. Не хватает в организме тепла. Человеку хочется специи, а не жучим вкусом. Значит, смотрите, а летом нам хочется кислого вкуса, из-за того, что кислый вкус удерживает воду в организме. Человек не так потеет, он ее держит. Нам хочется там кисленького. То есть, вот эти вот все вещи очень интересные, знаете, вот наука о человеке, она самая благородная. И позволяет человеку понять и раскрыться. Потому что здоровье является тем фундаментом, на котором вы можете показать себя во всей красе своей. А если нет здоровья, человек, ну что там, у него и с семьей не лады, и с работой не лады, и жизнь ему не в радость. Вот такие вот вещи. Так что вот эта интуиция, вот прислушайтесь к своему и потихонечку. Да. А по поводу соли, Геннадий Петрович, все-таки полезна или бредна соль? Значит, соль вообще, все животные специально там, вот допустим, ходят на эти солевые какие-то там эти, у них там ямы там или где-то места, лижут соль. То есть, соль, как бы мы ни хотели, она нам нужна. Но дело в том, дело в том, сколько важно, чтобы не было переизбытка. Потому что соль позволяет нам, что там соляная кислота образуется в желудке, она позволяет нам и переваривать, и там многие вещи делать. Соляная кислота, говорят, она не просто еще, что ее так много вырабатывается, она позволяет нам, как бы сказать, клетки, которые отмерли в организме, их переварить и, будем говорить, разложить. Не только пищу, но еще это. Поэтому должно быть опять-таки норма. Вот я в свое время отказался от соли, помню, знаете, даже минимальная посолка у меня ощущалась очень сильно, как будто что-то только я в рот взял, такое горячее, слишком много соли. И в то же время я со временем, значит, пришел к тому, что я подсаливаю пищу, и все нормальненько. Вот чувство вкуса, чувство здравого смысла говорит нам о том, что надо есть, что там потреблять.